Это программа Оперативная съемка. Здравствуйте и сразу к основным новостям недели. В 100 километрах от Приморья упала северокорейская баллистическая ракета. Снаряд средней дальности запустили с полигона на северо-западе от Пхеньяна. Запуск отслеживал глава КНДР Ким Чин Ин. Информационный агент со стороны заявляет, что ракета достигла высоты более 2000 километров и пролетела почти 800 километров. При этом отмечается, что она может нести ядерную боеголовку. Несмотря на то, что упала ракета неподалеку от Приморья, в зоне поражения, по заявлению КНДР, находится территория США. К счастью, по наблюдениям дальневосточных метеорологов, после ракетного испытания традиционный фон в Приморье норму не превысил. Действия КНДР уже осудили в Евросоюзе и Совбезе ООН. В НАТО очередной запуск ракеты расценили как провокацию и открытым текстом заявили, что стране пора бы начать диалог с международным сообществом. За день до открытия штаба Алексея Навального в Владивостоке место координатора освободилось. Неожиданно от должности отказалась Софья Кривцова. О причинах своего отказа она рассказала нашим коллегам. Я изначально, когда приходила в компанию, я предполагала как раз-таки как-то углубиться в предвыборную компанию. Я никогда с этим не сталкивалась. Мне было интересно, как вообще происходит эта политическая борьба, в рамках какого поля, как это вообще взаимодействует с обществом, как вообще влияет на людей. Мне были интересны механизмы, скажем так, такой предвыборной агитации. Мне хотелось окунуться и посмотреть, что вообще происходит и как. У компании есть определенный бренд-бук, по которому открываются все офисы, чтобы они были красивые, стильные, представительные. И я вот как раз-таки занималась тем, чтобы офис здесь, он соответствовал, скажем так, параметрам компании и был готов к открытию. Одно дело заниматься предвыборной агитацией и разбираться в тонкостях избирательного права. А другое дело – это находиться в состоянии конфликта с государством. Один раз люди вышли на митинг, показали, что они есть, что они хотят ответов, и на этом можно, наверное, было прекратить. Это мое мнение. Но сейчас я понимаю, что компания разворачивается, и люди снова хотят выходить. И я уже не знаю, правильно это или нет. Потому что конфликт нарастает, и я придерживаюсь такого мнения, что лучше, наверное, худой мир, чем добрая ссора. Я не хочу быть инструментом чьей-то политической борьбы, я хочу заниматься своей жизнью. И я это поняла сейчас на раннем этапе и вышла оттуда. Тем временем сторонникам Навального удалось все-таки официально открыть свой штаб во Владивостоке. Об этом пишет ВЛРУ. Формальное мероприятие провели у памятника Буди на Океанском проспекте 41, перед закрытыми дверями предвыборного офиса. Просто вход оказался заблокирован. Остается добавить, что по пути из аэропорта машину волонтеров, на которой везли Волково, это официальные представители опального оппозиционера, пять раз задерживали сотрудники ДПС. Один раз у него даже забрали паспорт и не хотели отдавать. Согласно планам, изначально встреча должна была состояться на привокзальной площади. Однако там участников уже ждали сотрудники ФСБ и полиции. Поэтому менее чем за полчаса ее перенесли на Океанский проспект, где и находится штаб. Встреча шла около 15 минут. Собралось порядка 100 человек, в основном молодежь. Напомню, что ранее такой же штаб открыли в Хабаровске. Антона Лупченко, экс-руководителя Приморского театра оперы и балета, признали виновным и дали два года условно. Слушание состоялось в Первомайском суде Владивостока. Его обвинили в трех преступлениях, связанных с распоряжением бюджетными деньгами. Из-за его деятельности ухудшилось финансовое положение театра оперы и балета. Прокурор Приморского края Сергей Бесчастный просил суд дать бывшему художественному руководителю два с половиной года условно с испытательным сроком четыре года. Сам Антон Лупченко и его адвокат просили суд назначить наказание в виде штрафа. Во вторник, 16 мая, автору этого видео пришлось иметь дело с некими людьми в форме сотрудника Федеральной службы спецсвязи. Якобы он преградил им дорогу в районе заезда на Некрасовский путепровод на Молодежной. Кто кого не пропустил первым, непонятно, но до Некрасовской автомобилисты ехали, судя из видео, подрезая друг друга. В итоге синяя спецмашина прижала водителя к обочине, после чего вооруженные люди стали требовать его предъявить документы. Машина принадлежит спецсвязи России, которая занимается доставкой ценных правительственных отправлений. Один из сотрудников находился в образе крутого уокера, то есть с пушкой на перевес и с сигаретой в зубах. Все закончилось словесными прениями и взаимными оскорблениями. Сотрудников ГИБДД никто так и не вызвал. Дежурное управление специальной связи по Приморскому краю отказался от комментариев, однако отметил, что разбирательство идет. Информацию о произошедшем инциденте прокуратура направила в органы внутренних дел для принятия решения в рамках представленных полномочий. В настоящее время указанные материалы зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлениях. Ход и результаты организованной проверки по ним поставлены на контроль в прокуратуре. Жуткий случай произошел в доме по улице Зои Космедемьянской, 17А. В клумбе около подъезда в черном пакете нашли труп новорожденного ребенка. Как рассказала одна из жительниц этого дома, именно ее собака наткнулась на страшную находку. Женщина сразу сообщила в полицию. Вышла гулять с собачкой, и собака пошла вдоль окон и наскочила на вот этого ребеночка. Я ее позвала к себе, она отшатнулась так, что-то увидела такое нехорошее, отшатнулась. Когда подошла я, смотрю, ребеночек голенький лежит. Я сначала подумала, что мясо выкинули или куренка такого выкинули. Потом смотрю, ребеночек, ножки видать, ручки, пальчики видать. Прибывшие на место ЧП стражи порядка установили мать младенца. 27-летняя женщина живет в этом же доме на восьмом этаже. Ранним утром у нее случились роды. Роженица заверила полицейских, что ребенок родился мертвым. Поэтому она решила избавиться от трупа. Положила младенца в пакет и выкинула его в окно с восьмого этажа. Стоит отметить, что у нее есть четырехлетний ребенок. Воспитывает она его одна. Причем во время родов дома находились мать и брат роженицы. Как сообщила портал у Ньюсбокс 24 ТВ в Рораримской, по факту произошедшего идет проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Викторину «Умный пешеход» провели в школе номер 17 города Владивостока. Цель – подготовить ребят к летним каникулам и объяснить, как им действовать на тротуарах и дорогах. А чтобы ребятам было интереснее учиться, организаторы добавили соревновательный момент. Ты доволен ситуациями на наших дорогах? Ну, как объяснить? Дороги где-то корявые, где-то аварии бывают. В общем, так, не хорошо, неплохо. Меня волнует. Я в школе, ну, есть такие, что дети сбивают машины, потому что водители не замечают детей. А сколько должно стоить обучение, чтобы хорошо научить водителей? Тысячи пятнадцать. Тысячи пятнадцать, это точно. А у нас хватает зебр, хватает светофоров, как ты думаешь? Ну, да. Нормально? Да. Во Владивостоке все хорошо? Да. Самый лучший город. Вышли, что в этой школе уже были случаи, дети, когда попадали в дорожно-транспортное происшествие. Цель нашей организации – это правовое просвещение граждан в области дорожного движения. Ну, и, естественно, дети – это самое главное, их жизнь и здоровье – это главные ценности. Сергею Иванцу, бывшему ректору ДВФУ, продлили срок домашнего ареста. Теперь свободы экс-ректору не видать до 1 сентября. Заседание по его делу состоялось на днях в Тихоокеанском военном суде, сообщает Рия Влад Ньюс. Напомню, Сергея Иванца обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. С весны 2016 года бывший ректор находился под домашним арестом. Однако сразу после передачи дела в военный суд Сергея Иванца отпустили под залог в 1 миллион рублей. На свободе, которая продолжалась до 10 августа, ректор ДВФУ успел выступить на третьем медиасаммите, а также вмешаться в работу университета, от которой по решению суда ранее был отстранен. В этот же день, 10 августа, Сергея Иванца отправили обратно под домашний арест, а спустя неделю уволили с работы. Банк России проверил 12 крупнейших страховщиков. Оказалось, что купить электронный полис ОСАГО сегодня крайне проблематично. Практически у всех российских страховых компаний при продаже полисов ОСАГО выявлены нарушения. Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту, пояснил заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин. На сегодняшний день Центральный банк каждой компании, которая по тем или иным причинам отказывает автовладельцам в онлайн-покупке полиса ОСАГО, направил предписание с просьбой устранить нарушение. Когда сроки предписания стекут, Банк России вновь проведет проверку. Полудрагоценные камни нефрит и чаруит общей массой свыше трех тонн пытались вывезти из нашего региона. Стоимость минералов составила более 22 миллионов рублей, сообщили в МВД России. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору. Для вывоза незадекларированных стратегически важных ресурсов обвиняемые приобрели маломерное морское судно, в трюм которого погрузили мешки с природными минералами. Стоит отметить, что злоумышленники предприняли попытку вывоза этих минералов. В Японском море вне пункта пропуска судно обнаружили и задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов и покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. В рамках расследования были произведены необходимые следственные и процессуальные действия, которые были направлены на закрепление доказательной базы по этому уголовному делу. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемых к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд. Дело о якобы избиении московского журналиста охранниками Андрея Пушкарева вышло на финишную прямую. Во Фрунзийском районном суде гособвинитель выступил с обвинительной речью. На состоявшихся прениях он изложил обстоятельства обвинения по уголовному делу и попросил признать Фесыча и Таюрского виновными в совершении преступления по части 3 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации и воспрепятствования законы профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенной с насилием над журналистом. Также при назначении наказания подсудимому Фесычу, государственный обвинитель попросил учесть положительную характеристику личности подсудимого и наличие малолетних детей. Прошу назначить им следующее наказание. Фесычу в виде двух лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по защите жизни и здоровья граждан сроком на два года. На основании статьи 73 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока три года. В Таюрском в виде двух лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по защите жизни и здоровья граждан сроком на два года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока три года. 26 мая состоят сопрения защиты подсудимых, а уже после будет вынесен окончательный приговор. На сегодня все. До встречи на восьмом. Продолжение следует...